купили вот такую башу тент очень хорошего качества она вообще 110 евро стоит мы заплатили 52 евро вот здесь вот будем закрывать между это пространство потому что уже мой муж готовится к празднику поэлла к семейному все уже переживает мне не очень все рассказывает потому что я против такого праздника смысле я против на 40 человек и скажем так что семья не очень щедрая и нам это обходится очень дорого поэтому у нас были сильные конфликты в этом году я ему ничего не говорю потому что я них он все равно сделает по-своему а ругаться мне уже надоело вот поэтому у нас скоро будет праздник и все мы будем веселы погода сегодня такая странная солнца нет столько бабочек вот этих вот капустниц я своему говорю где-то ж вот были эти гусеницы раз они вывелись прям полно полно их тоже мне хожу и думаю что вам записать ничего не идет голову вас идет уже подготовка к семейной поэли и посмотрите где моему кукушери он будет я уже готовлю как бы защиту от солнца когда будет много солнца и команда в мэй флэр сэва коман апкет я говорю как же мои цветы он будет это бы это не мешает одно другому сейчас покажу посмотрите что-то там прикручивает ну молодец продумывает все но на самом деле я же знаю для чего это это для семейного праздника друзья мои короче никто мне вопросы не задал четвергу поэтому я даже не знаю будет выйдет ли это видео я сейчас буду заниматься уборкой в доме потому что у меня там извините меня просто там срач вот я с этим и тюбом с огородом с помидорами с плохой погоды с аллергии на лице внуками мариса нашими выездами то направо на то налево дом запустила поэтому я сейчас сняла все занавески вот забросила их мойку сейчас еще выгребу мне нужно стаканы там вытащить которые нам не нужны и буду заниматься уборкой если что-то интересное я что-нибудь сниму любуемся последний раз моими розочками потому что я уже сегодня я хотела уже все срезать пока ныне осыпались но похоже мне на это нет времени и у нас сегодня опять так как-то пасмурно поэтому я решила сделать немножко уборку в доме воспользоваться ситуацией что возможно пойдет дождь а о чем я расскажу в этот четверг я еще сама не решила потому что у меня в принципе у меня всегда есть идеи что рассказать и про что рассказать единственное что я очень боюсь что когда нет определенной темы определенного вопроса то я могу уйти налево и направо и не вернуться и это будет опять очень длинное видео ну все будем думать что мне вам показать а лицо мое уже неплохо кокосовое масло шикарно шикарно ну вот я сейчас начну немножечко организовывать свои шкафчики это у нас шкафчик для называется на французском пяти дежене то есть шкафчик для завтрака нижняя полочка это мужа вот это вот мою скромненько ну и там все мои чаи ничего особенного ну пару раз в год я навожу порядок потому что ну надо навести порядок здесь у меня посмотрите стаканы и вот эти все стаканы они мне просто мешают потому что мы ими пользуемся достаточно редко это большие такие коктейльные стаканы вот я их достаю только когда у нас бывает достаточно много гостей и а шкафчик как бы мне нужен в поседневной жизни поэтому я решила это все вытащить сложить вот в такие вот баки и сюда перестали что-нибудь из вон той маленькой мебели вон той где она уже вся перегружена и у меня там стоит много посуды мусти и я все время боюсь что он все-таки грузится грохнется этот шкаф и все разобьется поэтому решила немножко переместиться у меня стираются мои занавесочки это не занавеска именно занавесочки такие горгонза как он называется органза горгонза вот органза и ну все вытру пыль вы и мои полы протру полочки и все и будет чистенько аккуратненько потому что у нас дом очень маленький здесь ну вы знаете как в маленьких домах маленьких комнатах порядок на воде гораздо сложнее чем больших домах с большим пространством и тем более что как правило у них у всех есть помощники по хозяйству я начинаю ну вот замечательно они у меня все вошли в эту емкость сюда сейчас буду складывать все лишние кружки потому что у меня вот очень хороший такой шкафчик вот с вертушечкой видите вот и тоже здесь очень много чего лишнего поэтому я сейчас достану и тоже лишнее сажу в этот контейнер и возможно посмотрю еще в одном шкафу что можно будет вытащить ну посмотрите вот зачем семье из двух человек столько чашек в одном шкафу ну это же нереально это все вот использовать оказалось что вот это пространство очень вместимое такое поэтому я сейчас их переполовину охраню я эти кружки почему потому что мы перед рождеством делаем праздник горячего вина как бы прощаемся со старым годом я сама армонизовала этот праздник вот и ходила собирала всякие кружки там покупала по дешевке чтобы всем хватило потому что из пластиковых стаканов горячее вино пить очень неудобно скажем так вот здесь я оставлю немножечко несколько кружек для моих фотографий таких которые вот не избитые еще как бы дизайн в основном это белая посуда ну а сейчас все остальное сейчас я вот сейчас я пересмотрю каждую чашечку и сложу опять же в такой бак и вот эти штучки это у нас так йогурт продается в таких керамических стаканчиках я их специально собирала потому что иногда меня пробивает и я делаю домашний йогурт кстати завтра муж поедет за зерном для наших курочек и там он берет настоящее коровье молоко вот может быть я сделаю даже йогурт на днях йогуртницы у меня нету я делаю в моем мулинексе в кукио но программы специальной нет поэтому я даже не знаю может быть кто-то делает и подскажет как вы делаете там привет всем с вами провансалочка вы у нее на канале посмотрите что я сейчас буду делать я сейчас как вы думаете что это это лаванда это сухая лаванда с моего сада прошлого года и я ее сейчас засыплю вот в эту большую вазу она у меня стоит в уголке в туалете и вчера я немножко генералила высыпала старую лаванду сейчас вспомнила что у меня еще есть лаванда прошлого года неиспользованная сейчас я ой запах на весь двор стоит сейчас я засыплю в эту вазу и опять унесу в туалет потому что скоро уже будет новая лаванда посмотрите посмотрите вот вы знаете я немножко приболела и монпрононс скажем так я говорю и так в нос а сейчас я вообще гундошу можно сказать поэтому прошу прощения друзья но мне нужно это записать я же не буду потом повторяться ждать пока я выздоровлю подхватила какой-то вирус я думаю что когда мы ходили в цирк это было в шатре и там было очень жарко очень жарко и среди нас были родители детей которые были не совсем здоровы они чихали кашляли пространство все закрытое без всякой вентиляции и у меня муж жаловался сразу как-то на горло но он посильнее меня и тут у меня вчера с утра происходит что я начинаю чихать к вечеру это все увеличивается а в обед затеяла генеральную уборку комнаты немножко тут со стаканами перебирала посуду и так далее закончила в час ночи уже использовала целую коробку платочков носовых бумажных выпила аспирин и ферлоган как-то ничего у меня дома нет в этот момент послушайте утром проснулась больная как говорят французы маляда команщиян больная как собака вот поэтому сейчас я я не знаю мне надо записывать вам видео на четверг может быть я сегодня еще немножко полечусь отдохну хотя надо сад чистить и завтра с новыми силами запишу я посмотрю потому что конечно произношение голос у меня не очень ну и вот так вот обычный цветочек пластмассовый туда всуну у меня муж ненавидит искусственные цветы он их просто ненавидит я ему вчера вынесла эту вазу поставила на стол чтобы он высыпал и вымыл ее так он мне цветочек в барбекюшницу вытащил пускай встает в туалете в уголочке он никому не мешает вот а я вам всем желаю доброго дня всего вам хорошего и до скорой встречи на моем канале не забудьте подписаться на него я буду очень рада до очень-очень скорой встречи а я постараюсь сегодня вылечиться так у нас уже эта шелковица разошлась смотрите как уже все на столом тень вот вам немножечко кусочек нашего фигона почему фигона? на французском фиге это инжир а у нас здесь растут как бы инжировые такие алии есть и дикого инжира много вот поэтому я называю наше местечко фигон фигон это что-нибудь так пока-пока всем большой привет пока а сейчас речь пойдет о яйцах и яичной диете я сама очень люблю яйца и я частенько прибегаю к тому методу чтобы немножко сбросить вес я действительно ударяю по яйцам они у нас как бы свои куры свои яйца но хочу вам сказать что самая лучшая яичная диета это та когда ты в большом стрессе когда тебя бросил парень когда тебе больше не хочется жить и ты варишь это яйцо вкрутую и в ожидании пока оно сварится ты уже просто его есть не хочешь но это так чтобы посмеяться для юмора а речь пойдет совсем о другом во-первых чтобы яйцо приносило пользу оно не должно быть переваренным то есть мы не должны убить те микроэлементы которые приносят пользу организму а значит есть формула такая что если вы закладываете яйца в кипящую воду то значит яйцо в смятку 3 минуты в мешочек 6 минут и 9 минут яйцо вкрутую на этом нужно закончить я же купила себе вот такой небольшой аппаратик где количество времени определяется количеством воды залитой то есть вода будет испаряться и яйцо будет вариться хочу вам сказать что на самом деле с тех пор как я пользуюсь этим аппаратом для правильной варки яиц я почувствовала их совершенно новый вкус как бы ни странно это не реклама этому аппарату я хочу сказать только о том что яйцо не нужно переваривать иначе оно теряет свои вкусовые качества а вот и моя новая тарелочка посмотрите какая она классная я сегодня не могу начать есть потому что я должна все это сфотографировать все это вам снять рис не хотел у меня сегодня вариться это бурый рис остатки вчерашнего шашлыка из индейки посмотрите как я сделала с помощью вот этих вот ограничителей еды посмотрите какая красота вот у меня здесь овощи выложенные все вот они такими получились рядочками яйца про яйца отдельная история потому что я хочу вам записать отдельное видео про яйца и вот новое такое как бы для меня открытие яйца мы едим сейчас не с майонезом а с вкусной горчичкой ну конечно не очень острое а такой дуду вот поэтому посмотрите девочки какая красота да мой муж говорит что я вообще не понимаю как ты можешь ждать пока это все ты выложишь там я говорю ты не поверишь во мне умер шеф-повар а еще лучше кулинарный дизайнер ну красиво же да ням-ням всем приятного аппетита мои дорогие это я тут уже красую сама собой с этой тарелочкой потому что я одновременно делаю фотографии со всех сторон когда-то я занималась фотографией еды у меня на инстаграме ну много красивых фотографий скажем так они не профессиональные они такие как я их вижу вот и все приятного аппетита мои хорошие и следите за своим питанием смотрите что вы кушаете еда должна быть не только вкусной но и полезной ваша провансалочка до скорой встречи вот я мужу говорю как мне теперь вот это все вот разбурить я ж не знаю с чего начать теперь бурить и вообще так не хочется красиво ну ладно начну с риса и потом убираем вот это и начинаем бурить нашу красивую башню из овощей ну все короче больше красоты нет приятного аппетита всем и опять яйца в моей тарелке и вы должны догадаться что я очень скоро сделаю небольшой обзор то что я думаю о яйцах о яичной диете о том можно ли похудеть на яйцах стоит ли это делать так что я обязательно вам расскажу об этом уже очень скоро вот такая у меня тарелочка сегодня на ужин ну такую тарелочку съешь уже больше ничего не захочешь не так ли такая красавица конечно и в заключение хочу немножко вам рассказать о виртуальном плагиате на ютюбе вот я очень давно подписана на французский журнал для женщин который пишет только о диетах о всех существующих диетах возможных во всех странах мира и то я не знаю почему что я искала один рецепт с яйцом который мне был интересен и я попадаю на знакомую мне картинку вот салфеточка такая лежит я думаю где то я его видела и оказывается что вот с этой вот картиночкой и вот с этим вот текстом одна достаточно знакомая блогерша из франции которая вещает все типы режимов и диет почему француженки такие худые она прекрасно владеет французским языком она прочитала эту статью она все перевела на русский язык записала на себе бумажку постоянно говоря что я буду посматривать если что потому что ну вы понимаете я же не могу так вот все запомнить и вы знаете мне стало очень неприятно потому что вот я смотрю все цифры по сколько калорий нужно употреблять чтобы сбросить столько-то килограммов за неделю вот пишут что для женщины нужно две тысячи калорий если мы сбросим до восьмисот то мы можем потерять конечно же до десяти тринадцати килограмм в неделю ой в месяц в зависимости от нашего от организма и расписанный вот все вот завтрак обед это ужин что можно что нельзя это такое такая диета яичная где мы едим только практически одни белки плюс обязательно агрюма агрюма это цитрусовые то есть здесь рекомендуют памплемюс памплемюс как на русском памплемюс грифрут вот пополовинка грифрута много воды 8-9 стаканов воды никаких сахаров никаких фрукты тоже все здесь вот смотри рыба есть большие салаты яйца желательно в смятку или или в крутую потому что иначе мы убиваем последние живые микроэлементы которые должны попасть в организм потому что ну вот они здесь даже пишут между пятью и десятью килограмм друзья вы знаете я не против того чтобы люди рассказывали на своих каналах то что они прочитали то что они знают мы же все берем навыки откуда то да то есть мы читаем и потом об этом рассказываем но надо приводить источники откуда мы взяли эти диеты и откуда мы это прочитали а когда человек еще берет и показывает вот эту вот картинку даже не пытаясь поставить свою картинку сделать фотографию своих яиц там сваренных крутую но вы знаете но мне это не нравится потому что народ ведь весь народ практически хочет похудеть особенно женщины и как только они видят слово диета и там сброшу я за месяц там десять двенадцать пятнадцать килограмм конечно же народ бежит но на самом деле эта диета она достаточно как скажем так опасна потому что во первых вы начнете вас начнет тошнить то есть организм будет сопротивляться потому что все таки в яйцах есть много серы и алиментов которые как бы не нужны в таком количестве а ежедневно каждый день вот и пишут что ее нельзя делать конечно больше двух-трех недель и после так после того как вы ее прекратите нужно обязательно обязательно перейти на другую диету но более калорийную с большим количеством если здесь нельзя есть допустим морковь свеклу то там можно уже добавлять овощи с повышенным гликометическим индексом поэтому извините французы приехали в россию они поселены где-то в истре и короче журналистов туда не пускают в отель и они уже говорят что там полно комаров их там заедают я говорю но они в гостинице же их нет посмотрите а мой хохочет и говорит вот это вся франция все короче цветновые цветные посмотрите как красиво там о бассейн посмотрите короче начинаются страсти мордасти короче начинаются то что люди но не Продолжение следует...